Здравствуйте, друзья. Опять же 4 февраля. Приближается особое время, поэтому мы с вами будем продолжать разговор. Не начинать. В свое время все это я рассказывал, рассказывал, и что я обратил внимание. У меня год-два-три назад я вебинары 5 лет провожу, и электрофотографии такие, что были и на вебинаре. Так, проверяю запись, идет ли. Идет. И получается, что, тем не менее, постоянно, 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 вот смотрите. Здравствуйте, Олег Константинович, косточки получил. Огромное спасибо. Как мне их лучше хранить? Теплее или в холоде? Я так понимаю, поращивать все рано. А я такое совпадение. Значит, ну, во-первых, я ему скажу, где-то рано, где-то чуть ли не поздно. Вот. Но имея своими косточками дела, вы ни в чем не ошибетесь. Почему? Персиковые косточки, если там среди них были в вашем заказе, уже получили сырыми. Большая часть слив получили сырыми. Черешние косточки получили сырыми. Ну, сыры – это словообразное. Ну, кто знает, что такое сертификация, тот меня поймет. Вот так. Значит, эти личины сырыми. Мажорские орехи, скорее всего. Ну, ты говоришь, ну, еще есть юг, есть север. Для северян еще сухими, для емжан уже сырыми. В общем, все идет четко по плану. И тем не менее, случается следующее. Значит, несколько лет назад, я оправдуюсь перед вами, почему я вернулся к теме посадки семян. Две причины. Первое. Несколько лет назад количество просмотров, бывало, 3-5 тысяч. Все-таки какой-то круг уже мог безошибочно работать и выращивать настоящие сады. А сейчас уже интерес падает. Те, кто уже научился, отошли от меня. То есть уже больше сюда не суются. Я имею в виду на мой канал. Извините за такое слово. Суются. Не заходят. И количество просмотров сократилось там 300, 400, 500. Нет, как где-нибудь тысяча. То есть нас все меньше. А письма так. Я вас узнал случайно, я вас узнал случайно. Вот. Системы никакой нет. А у оппонентов сотни тысяч просмотров, это в среднем. И вот смотрите. Сегодня дело в том, что вы узнаете Ирину Савельевичу. Вот сейчас бы найти бы ее красивую фотографию. Ну, вы скажете, сколько можно. Давайте хотя бы раз просто и фамилию вспомним. Итак, Ирин Александр Савельевич. Мы с ней готовим серию лекций для нее. Ну, сейчас она будет белорусам читать. А завтра, может быть, и всей России. И чтобы уже хотя бы была какая-то точность. Ну, посудите сами. Закопайте на 2-3 сантиметра. Во многих случаях с абрикосами и с грушем уже это смертельно. Я не шучу. Сырой песок, то есть не так, сырая почва постоянно. Ну, там, знаете, такие регионы, где дожди, дожди, дожди. И 2-3 сантиметра хватит, чтобы основание штампа сгнило, оказавшись под землей. Вот чаще всего встречается цифра 5-6 сантиметров. Была полемика с самым раскрученным садоводом-априкосоводом. Вот, в Европейской России. Вот. Одно дело было так, что она там никого не трогает. А я тут в Сибири никого не трогаю. Но так больше не могло продолжаться. Мой ученик поправил ее. А вот Железов говорит, что 5-6 это смертельно. А она все равно на своем стоит. Ну, что было делать? Вот. Еще в Сибирске самый считается Владимир Садовод Царственного Небеса. У него, кстати, 10 сантиметров заглубления. И, наконец, недавно я нашел. Вот. 19-й век. Один из тех, которые называют классиками. Для меня они полуграмотные новички. Они когда-то начинали. Вот. И такими они останутся, потому что очень много смертельных советов. На вебинарах мы это будем проходить, не называя фамилией. И будем трогать их прах. Но дело-то в том, что они считаются безукоризненными. И за ними тысячи последователей, пытаясь заработать на этих же самых просмотрах, все это повторили. А у него-то там, делайте бороздки 20 сантиметров. Значит, назрело. И вот мы с Ирин Садовичем сейчас готовим серию. Серию лекций на эту тему. Вот. Ну и вот это будет поспорие и для вас в том числе. Итак, давайте после этого влекать поглубже. Это была преамбула. Я не мог без нее. Почему он мне должен верить? Ведь чем глубже закапываешь, она оказывается нет. Труднее бы всходить. Да нет, легче. Там ширеет, там спокойно. Там мыши не доберутся. Вылазят, а потом через несколько лет погибают могут на второй-третий год. Потому что абрикосы и груши не выносят ширости. Там, где сухой клейм, вот могут 5-10 лет. В самый разгар положения мертвая деревья никто не знает зачем. Ну, поехали. Итак, фотографии сделаны мною. Иногда попадаются в чужих садов в качестве подспорья. Сделаны мною. Сразу смотрите, как получилось. Это косточки были закопаны 100%. Но не глубоко. Потом происходит чудо. Я вынужден рассказывать буквально всю технологию про распорацию. Иначе будет непонятна причина неудач. Значит, косточка находится под землей. Мои неглубоко. 5 сантиметров. Один. Ой, нет. Оговорился. 5 миллиметров. Почва у меня это называется супесчаная. То есть здесь маленький процент грины, большой процент песка. И в результате и так уже лучше. Почему мой край-то абрикосовый называется? У нас такая почва. Не, назовем ее не черноземная. А во-вторых, правильная посадка. Нет, самое смешное. Много гор, много косогоров. И садится так, что когда приходит весна, сходит снег, не успевая сгнорить кольниевую шейку и основание штаба. Но это речь идет о верхней части. Вот об этой части. То есть над почвой. А еще и под почвой. И вот смотрите. Когда просыпается, косточка разламывается. Так. И впивается в землю вот этот вот корешок. И когда он впился, теперь появляется страшная сила. Его берет вот лежачая, да. Смотрите, лежачая. Нет, вот так лучше. Вот, я вот так. И ее поднимает буквально на 90 градусов. Поднимает, поднимает. Так. И она при этом вылазит из земли. И семя доли, вот они семя доли. Это на дальней косточке. Вот они. Оказывается на земле. Основание штаба оказывается на земле. Вот оно, видите? Вот. Есть еще и есть, что вот столько, как все-таки она была заглублена. Нормальная косточка, она лежит на поверхности. Но там у природы другой принцип. Я выращу сто тысячу, десять тысяч семян. Лишь бы одно дошло до взрослого состояния. Такое, знаете, щедрость природная. Почему? И мыши жрут, и все жрут. И это самое. И сгнивается. Я все это вам покажу. Но сам принцип такой. Для начала неглубокая закопка. И тогда надо не бояться, что основание штаба сгниет. А что такое основание штаба, я вам покажу сейчас. Ну вот, раз уж попалась эта фотография, я вам скажу, что есть люди, которые выращивают лесосады. Я еще раз говорю, ребята, никогда не садите в перемешку то, что называют лесосад. Многие понимают так. Посадил красивый кедр, а за ним абрикос, а за ним сосну, а за ним сливу, а за ним много красивых устарников. Они называются дикоросы. Избавив вас, Боже, никогда этого не делайте. Никогда. Эмигранты, это можно было назвать даже одним этим, из моих постулатов. А как сделать штабарь, я не забыл потом. По-с-ту-лад-же-же-за-ва. Двоеточие. Ни-холодно. Да. Дальше троеточие, я потом допишу. Вот. Итак, а что будет? Что такое никогда? Никогда. Культурное и даже, в общем, плодовое деревья, плодовое, являясь эмигрантами из южных стран, а они все эмигранты, не сравняется по мощи и по выносливости, и никогда не станут соперниками, и никогда не уживутся рядом с дикоросами. Дикоросы победят. Вот такой постулат. Поэтому никаких лесосадов. Вот. Когда у вас, перед последней тайги, ваш участок, да, смотрит север огромное солнце, на здоровье. От соперей 20 метров, садитесь, да? Но никаких лесосадов. А почему я все-таки отоплигающее здесь? Потому что тема была немножко другая, я их использовал, семена. И там получилось так, что, ой, статья, мне надо было прорастить, именно, я хотел выращивать на продажу голубой ели. Причем у меня не получилось чуть позже. Вот. А я беру статью, вот так надо прорастить. Смотрю там специальный состав почвы. Я взял три состава почвы. Специальную взял, купленную взял. А мне же интересно было, я же все-таки в какой-то степени следите. Я взял почву эту самую, био из магазина. И, в конце концов, просто вот эту вот в такую почву посадил. Вот. И что вы думаете? И там же все, и там же все. Ну, где-то меньше. Вот видите? Где-то два росточка. Вот три. А вот еще больше. В общем, сходит, как ни в чем не бывало. Главное, это, вовремя. Вот. Идем дальше. Значит, смотрите. Эту фотографию как можно прокоммитировать? Это питомник сейчас Сергея Жилинова, моего сына. Смотрите. Когда-то они росли невероятно густо. Я, наверное, сейчас забегу вперед и покажу, что такое невероятно густо. Тут у меня другая система. Она готовилась для другой лекции. Вот сейчас. Ага. Вот это вот еще не питомник. Нет, не так. Это школка. Они растут так густо, вот на таком расстоянии посажены. Иначе бы места не хватило. Так. Это запас на три года. Теперь три года можно и не садить косточки. Не такой же большой питомник. Вот. И потом идет пересадка. Но пересадка, я говорю, я не могу этот случай упустить. Раз попалась эта фотография, терпите, смотрите на ее. Итак, в конце сентября, в начале октября, когда уже у нас очень холодно, они были выкопаны и уже рассажены под прививку. Но рассажены осенью. Все осень приживается. И ранней весной они уже готовы к прививке. При этом делается сильнейшая обрезка. Вот тот, кто этого не делает, они даже об этом и не знают, что при пересадке надо. Сильнейшая обрезка делается всегда, всегда. Что, хоть это питомник, хоть для прививки будущей, хоть просто саженец пересаживайте с места на место, сильнейшая обрезка. Иначе вы получаете сразу же инвалидом. А это еще не инвалид. Мы уравняли искалеченные корни пересадка на место, стресс, сократили объем кроны, и дальше будет нормальное питание оставшейся части. Вот он. Посмотрели? Смотрим дальше. Вот это уже вот как бы показать-то. Это другой кусочек. Вот видите. Я комментировал, как по-неволе получается, что у них не сгнивает корневые шейки. Да потому что пока вспахали лопаты, пока ходили, топтали их, пока это, пока то, ну вот, никто не делал специальных гряд, специальных холмов. Оно получилось само. Плюс, видите, еще 10-процентный, 10-градусный склон. В результате никогда корневые шейки не сгнивают. Имеется в виду до продажи. Пойдем дальше. Присла зима. Вот. Да, у нас малоснежие. Да. Но еще к тому же, видите как, когда чуть-чуть, почему я ненавижу ту же самую по белку. Когда деревья имеют темный цвет, от них отражаются, они нагреваются поневоле. Не только еще, потому что они живые, и там идет какой-то процесс, пусть замедленный, в течение зимы. Но они еще нагреваются, потому что темная кора, и как даже палку от гнена, так же будет иметь вот такой вот вокруг вороночку. Вот это имейте в виду. То есть посмотрели вид снизу, вид сверху. Нормально? Нормально. Вот. А вот эта фотография учебная почему? Ну, это тоже имеет отношение к делу, к тем же самым. Вот видите, чуть склон покруче, и там до сих пор, хотя это уже зима, но там снег, то ли уже, если это близкая весна, то ли он уже растает успел раньше, то ли осенью таял, когда подросло еще тепло, и более крутой склон, а он западный. А западный всегда солнышко больше греет. Видите, какая разница? Это надо учитывать и при посадке, и при посадке садится. И вообще сад на южном или западном склоне прекрасно себя чувствует, потому что он как бы переезжает больше на юг. ну и вот еще посадка вот такая, это значит, меня пригласили гости, сказали, вот, вот я вижу, что случилось, саженец ваш, кто же вас просил в яму садить, а кто вас просил заглубить, вы представляете, штаб, ну пусть мои саженцы, это мой саженец в чужом саду, пусть штаб даже вот такой, и все равно нельзя заглублять. И вот что получилось, основание штаба оказалось под землей, и хотя это слива, а вот сливы очень терпят сырость, ну выдержать такое издевательство даже слива не могла. Ну давайте смотреть дальше. Вот фотографию, которую мне прислали, кто-то начитался с Железова, вот, кстати, вот, рекомендую, смотрите еще раз. Итак, последнее, здравствуйте, Валерий Константинович, Костки получил, это то же самое письмо, огромное спасибо, как их мне лучше хранить. Вот. А еще, смотрите, меня зовут Юрий, куплю ваши электронные книги. Я сейчас не вспомню, одна эти электронные книги купил, или почему-то к элементарному вопрос задают, может быть, и не стал их покупать. А может, купил, ну некогда, а время-то какое. Костки получил, караул, надо что-то с ними делать. Ну попробую, в этом кине, про эти Костки рассказать. А пока по порядку. Итак, слушая железа, кто-то взял гряды, нетронутая совершенно почва, сверху насыпаны гряды из привозной земли, и на них посажены. вот это начало будущего сада, мореплодопитомника. Ну, это сложно комментировать, дело в том, что это не моя фотография, я даже знаю, то ли там саженец, то ли косточка. Вот. А вот это моя фотография, когда я это все, видите, мы на тонкости перешли, мы не просто делать точка. Пункт первый, посадил на это, на такой глубине, пункт второй, пошло-поехало. Нет, посмотрите, что получилось. Я беру ящик погребное хранение, вот я его на в этом ящике вот такой слой насыпал песку, потом слой косточек, второй слой песку, слой косточек, и вот такой высоты ящик полностью был набит этим, от 1-2 тысячи косточек внутри. Приходит время, середина апреля, вот, ранняя весна, и вдруг смотрю, пора садить. Опоздав нельзя, могут не взойти. Я ящик прямо посреди сада вот так выворачиваю, прямо на землю, и выбираю. А там разные, есть спящие, есть вот такие, как эти справа, видите, взять, раз, два, три вот эти справа, вот второй справа проснулся, третий и четвертый. Вот эти садишь, все, можно, должно на постоянное место садить, они прекрасно приживутся, вероятность 90%. Нет, я вам покажу ниже, их уже больше ждут. ой, они даже лапки потеряли. Вот, почему? Ну, может быть, вот этот человек-то и спас от мыши. Смотрим дальше. А вот эти перероски, как? А вы уже догадались, вот уйдем, самый левый, он где-то был вот на такой глубине, и ему захотелось жить, и он полез вверх, но уже полез, уже штамп, вот это штамп, 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 вот, конечно, когда я уже садить его не стал, я выбросил, сильно, вот этот еще можно каким-то чудом посадить, да и то уже, вот эти дохлики, второй, третий, вот четвертый, тут под сомнением, но тут жизнь подскажет, вот, можно садить по принципу, хоть что-то, да, не все, но многие проклюнутся, я вот такие тоже садил, как вот третий, четвертый, вот это я выбрасывал, понятно, но сам факт, он говорит о чем, что с большой глубины получается вот такое чудо, потом это чудо, я потом покажу, вот где-то вот здесь вылезет, а вот эта часть, она корнем, вот они, четкая граница, вот она граница, вот показывает, вот эта часть, когда будет на земле, оказывается по земле, все, он обречен, он обречен, вот этот момент, идем дальше, пропускаю, потому что много не успею, а вот эту фотографию мне прислали, всех дел и здесь посадил косточки, я и сейчас не помню, почему где-то тут чуть ли не чернозем, вот там глина, вот, а здесь что-то такое супер, вот, но мне это просто подсказало, что такое есть, смотрите, мы сейчас с вами разбираем, типа лекции, если вы мне верите, это как бы учеба, и мы теперь смотрим не с точки зрения, а, ну у вас в Сибири получилось, вы молодцы, а к нам на юг не-не, поздно, теперь на юге делать нечего, они теперь встали и сдохнут, вот этот момент, так, и наоборот, с юга на север, опять все померзет, ведь многие же не верят, считают, что у меня, у меня очень жесткий климат, страшный климат, а многие считают, что он наоборот, сейчас прошу прощения, Юрий Владимирович, я сейчас фильм снимаю, вот, а мне осталось минут 10-15, это сильный фильм, я тебе не составил труда, еще для тебя вставить, на канале выставить, ну это, ну тогда чуть позже, ладно, а то меня все слышат, да, перезвоню, дальше продолжим, вот, и получается, что, сейчас мы рассматриваем, не с точки зрения, север, юг, климатическая зона, 2, 3, 4, или там северный полюс, нет, с точки зрения, уже, другие качества, эта технология, глубоко закопал, мало закопал, и так, минусы есть, и тут есть, и тут плюсы, есть, и тут плюсы есть, и состав почвы, вот, с этой точки зрения, смотреть, вот попробуйте, видите, самая чернота, допустим, за чернозем, закопать, и на 11 сантиметров, через 2-3 года, ваши абрикосы и груши, будут мертвой, а вот сюда их, закопать, такую почву, и простите, они могут дойти до плодоношения, но все равно, вот эта страшная вещь, вот эта, вот эта, понимаете, вот эта страшная, а тут, 19 век, черным по-белому, не буду называть фамилию автора, пусть спит спокойно, вот, или пусть спокойно работает райском суду, но ни в коем случае, эти 20 сантиметров, это, я когда прочитал, я глаза, что мне поверил, а это в книге, вот, ну, после дальше, это, раз мы начали с семян, смотрите, одно, вот так, по их погребе, хранение, вот они, маджурские абрикосы, вот они, жардели, жардели для меня, предлагаю выращивать, корни с обственными, вот, потому что они с юга, они напитались уже, они были привиты на маджурцы, они напитались уже, генами маджурцев, значит, повысили вареностойкость, ну, хотя бы на 5, на 8 градусов, и у меня они не замерзают, в Сибири, водичеколесосами, а вот, сама вот эта, как бы, калаш, вот эта фотография, что вот, на маджурсе, я понимаю, вот эта роскошь, видите, вот эта, это скромная абрикос, это не самая крупная, вот, это байя, вот, ну, как видите, смотрится потрясающе, согласитесь, это как бы намек, что вот это приваем на это, это на это, или на это, на маджурцы, абрикос академик, академик все крупнее, вот этих, вот, маджурский гибридный абрикос, у академика есть одна особенность, они сильные, резко, вот, больше таких нет, они вот так вот и отличаются, вот эти вот формы своей, ну, крупностью, само собой, а вот маджурцы, скромные, вот и полосе, вот этот подвой, это прямой, это фотография для того, чтобы вам не дурили голову, потому что от меня вы получите академики, а от других не десли что, вот, вот это маджурский абрикос, вот это Юлия Матвеевна, студентка, проходит у меня практику, ну, и в данном случае, она играет роль в фотомодели, в особом саду, это уникальное дерево, одно на всей планете, потому что она у меня уже оккультурилось, в этом году, на 40-м году жизни она дала 40 ведер, это был его юбилей, и подарок мне 40 ведер, кто не верит, пожалуйста, вот, выйди под график, где сплошь все это, усеяно этими плодами, да, вот это отдельный разговор, и дальше будет интереснее, смотрите, это сеансы, вот как упали, так и взошли, а почему они до сих пор не проданы, потому что, сотни, уже не тысячи, а сотни людей смотрят, каждый похожий фильм, а похожий фильм, было несколько десятков, и никто не рванул ко мне, и сказал, срочно вы капли, выслойте, единственный человек, кто это сделал, примерно лет 12 назад, исполняющий обязанности, директора института, Маулин, вот, мяско, института, лицо официальное, и он потом мне справку присылал, что я действую в их интересах, да, я теперь такой крутой, вот он, я его выкопал, только они когда были, вот такого размера, я не раз об этом рассказал, с гордостью, вот такого размера, он их довел дополнительные, получил некальные университеты, и уже докладывал, да, в своих симпозиумах, вот, это было, больше никто, вот, ладно, это совершенно из другой темы, вроде бы, представьте себе, как они собственные черешни, которые, я, я вот не мог найти, сама попала, и так, покойный, бодр, борисович, когда был живой, уникальный садовод, спилил 15-ти метровую, гигантскую, черешню, а у них 4 сотки, которые получастка занимало, солнце прятало, вот этот был вынужден спилить, наверное, он плакал, при этом, вот это размеры, примерно метр на метр, около того, вот это было, это страшная вещь, когда, человеку не дали землю, человеку не дали, денег напечатать книгу, человек умер, и, горечью за несколько месяцев до смерти, сказал Константинович, мы сцены перешертили, весь интернет, меня нету, вы понимаете, гений вырос, гений нету, вырос, как личность, как суперспециалист, с уникальным садом, вот, с череснями немыслимыми, и тем не менее, и пусть случайно, эта патриархия здесь оказалась, но она дала возможность, еще раз поклониться человеку, которому, нет равных вообще, вот так вот, это наша страшная история, вот, сами не умеем, но, поклониться простому садоводу, мы не можем, он не дает, а то и просто, родная душа, вот та самая фотография, это мазурские абрикосы, от норезки, взошли дружно, как видите, мы с Сергеем Железом, сыном, тут брат звонил, который, вот этот фильм, доведет дома, титры, музыка, был очень красивый фильм, а сын, вот это, фотография, у меня его, попробуйте сказать, что он не умеет, трофицировать, выращивать, абрикосы, попробовали, вот эта очередная грязка, это другой год, она знаете, чем характерно, это конечный результат, но что было перед этим, вот, да, потом, когда они выросли, вы что, не видите, видите, что эта грязка, наполовину пуста, или не видите, это, да, потом, она кажется, окол густо, на самом деле, половину не зашло, на первый взгляд, это на самом деле, внимание, называю причину, она не из последних, ведь мы с вами сегодня, тема, это семена, пьем, а что же это такое, в чем дело, почему валяется, кто отгрыз, ладно, думаю, я, следующее подряд, я, караул, грабят, кто грабит, ну, раз косточки, остались половинки тут, значит, здесь расширят сеяцы, почему их нет, почему здесь пусто, здесь вот, вот здесь пусто, вот здесь пусто, вот здесь пусто, ну, вы же догадались, у них семидоли-то наверху, я потом еще и покажу, отдельно семидоли, вот, и, раз они наверху, выкатили, они пусто, им надо котики, не надо разградать, значит, защита от мышей, очень важное дело, каждый, несколько лет, происходит одно и то же, каждый, несколько лет, появляются, так называемые, мышиный, год, какой-то, обычный кто-то угнетает, их жрут коршуны, их жрут лисицы, даже прямо в садах культурных, и лисы, и коршуны жрут этих, зверьков этих, зубастых этих, еще по-другому, грызуны называют, не мыши, а грызуны, и вот эти грызуны, грызут наши деревья, вот, управа почти нет, остается сад, белья, станция, и отравленные зерна, еще сделать так, как я раскладываю в бутылках, чтобы все-таки, мыши добрались, а птицы не добрались, до отравленного зерна, не погибли, вот это один из моих снимков, для будущих, для будущих, для прошлых книг, вот, при прочих равных условиях, все одинаково, одни косточки сгнили, другие, вот они, раз, два, просто, раз, вот этот прорастает, вот, ну, еще тут есть разобраться, но, это сгнило, сгнило два, это непонятно, вот эти уже, покрылись плесенью, тоже сгнили, три, четыре, ну, где-то 50 на 50, вот, и так, условия одинаковые, но, окажется, одни косточки не терпят, а ведь это, пришла весна, и это просто, вот те же мальчикские амелькосы лежали на траве, вот просто лежали, несобранные, и я взял сфотографировал, очень характерный снимок, это просто счастье, что мне так повезло, это для книг, для студентов, будущих, которые не будут талдычить преподателю, пять-шесть сантиметров, потому что их так и учат, вот, вот, вы что думаете, в этой, выпускница вуза, не могу ее, не можем ее переубедить, что она ошибается, что она учит, ну, садите на пять-шесть, у тебя большие потери, гражданка, но дело в том, что, людей-то зачем подставлять, а они, вот они, вот здесь высокий процент, мертвых, только ради того, чтобы некоторые пошли, и у них, вот видите, вот самую верхнюю правовую, вот это самый правильный, потому что у них, что будет, у них огневая шейка будет, ровно там, где надо быть, на уровне земля в воздух, а это, с одной стороны, заткнутые, знаете, мыши, они влазят, что угодно, у меня когда-то, в стареньких холодильниках, а у меня мыши поселилась, они вот повезут, как, почему-то не замерзала, а потом оказалось, там внизу, дверка уже, проржавела, вот такая щелка, такой, птичка, миллиметра два, а она голодная, она пролезла, и вот здесь получается, что я просто взял трубочки, трубочки разрезал на куски, с одной стороны, тряпками заткнул, насыпал туда отравленные зерна, и лезьте, живите, вот, извините, способ негуманный, хотите, я вам расскажу, про гуманный способ, у себя в погребе, я люблю всех зверей, и мыши ни в чем не виноваты, они летом живут у меня в саду, а зимой холодно, они забираются в теплый поле, это нормально, летом их там не бывает, и вот они мне сожрали одну упаковку с этим, с черенками, вот, я на них обиделся, а жалко страшно, ну, не виноват я, что всех, ко мне залетают в дом, бывало такое нашествие, знаешь, еще называют, вонючками, клопами, с крыльями, и вот они на стенке сидят, пять, десять, я бы терюс, ни одного не убил, ни одного, вот, аккуратно собирал, вот, и в окно, или на балкон, и на улице, так ни одного, ни с рука не поднялось убить, они все живые, и мышей, вы что думаете, когда мне мы сожрали упаковку, я на них обиделся, да, я их даже отругал, но я купил не отравленного зерна, а несколько килограмм пшена, и рассыпал, дайте, жрите, подавитесь, и рассыпал по этому, по погребу, больше не трогали, вот такие дела, друзья, это одна из моих картинок, всего света, а вот, раскладывает моя, невестка, Татьяна Александровна, Железова, она раскладывает бутылки с отравленным зерном, почему именно здесь, вы знаете, вот здесь справа, питомник, там мышей нет, им нет за что зацепиться, потому что у нас снега мало, и это нас спасает от мышей, в том числе, они боятся открытых пространств, у нас бывало, такое мало снежье, что, может не поверишь, так мало, в Сибири так мало снега, мороза есть, снега мало, и вот получается, мыши там, где черная земля, а питомник же протерпаем аккуратно, это сад мы не трогаем, там дерн сплошной, только косим, а питомник нет, черный пар, и, а откуда мыши лезут, а у соседей, вообще уже перестали, даже и пахать, забросили, когда-то там было, это самое, картофельное поле, и оттуда они лезут, вот это называется, граница на зубке, на границе тучи ходят, мура, вот, теперь уже мышам ловить нечего, вот это такой, один из советов, ну, здесь, смотрите, почему здесь загорожено, здесь вот один зашел, сеялись, да, вот там в другом месте второй сеялись, и где-то не видно третий, вот, а они имеют огромную ценность, почему, все, что сходит само, тут надо бы опять написать, постулат, самосев, самый ценный, материал в саду, ну, да, понятно, что он, да, привитые они роскошные, но привитых уже, все равно здоровье, не то, что у самосевов, согласитесь, и то, что взошло само, и тут лежало сотни, если не тысячи костик, я в те годы их даже не собирал на продажу, лежат себе, а некоторые всходят, и вот те, что взошли, это самая ценная вещь, в точке времени, здоровья и иммунитета, вот, пример схожести на второй год, вот не взошли, не взошли, ой, корол какой, вся грядка пуста, но проходит год, полезли, в чем причина не взошли первый год, им не понравилось, условия схожести, не проклюнулись, так и оставлю, догадаюсь почему, чаще всего, раз зашли, значит не сгнили, это другая королевская, значит не хватило влаги, казалось бы, это из другой оперы, казалось бы, этот разговор, нет, косты, это, вот смотри туда, вот, очень плохо видно, вон мой сарай, справа сразу за забором, вот за тем побеленным деревом, заметьте, соседи билили, не я, их так я отучить и не смог, не билить, а дальше уже, то есть, буквально рядом со мной, вот, у меня есть фотография, где детишки, трое больших, объедает вот эту, спустя несколько лет, объедает эту волюшую вишню, а здесь она почему, не просто пограть, вот на холме, нет, наплевали, наплевали, одна взошла, они настолько выносливы, что зайдут, только не мешайте, только не мешайте ими все, а если бы это было культурным саду, тут же бы хватит этот самый секатор, и все нижние ветки были бы отрезаны к чертовой матери, а когда не мешаешь, вот это мы и имеем, вот мы чаще всего зря улазим природу, взяли на себя пункции Бога, Бог создавал, миллионы лет совершенное создание, нет, это неправильно все, какое имеют право иметь нижние скелетные ветки, убрать, уничтожить, плевать, что каждая рана потеря морозостойкости и иммунитет, вот эта фотография тоже, вот она начала сходить, вот это маленький такой росточек, но он поднимет полностью вот это, и она раскроется, поднимет на 90 градусов, фотографию прислали мне, вот, что человек сделал, все вроде сделал правильно, но он еще и закрепил ответ, видите, тут работа стоят, еще обладал, очень тщательно, очень тщательно, и фотографию, мы с вами тогда сделали, интересно, какой сейчас результат, это из прислабных, вот, но это я вам практически, показывал, похожий снимок, был самый первый, помните, вот так вот уже спинка появилась, видите, вот она появилась, и она полностью, и вот там внутри, две семядоли, ниже еще найдем их, вот, и они будут, похоже на листики, это будет самая нижняя пара, вот так вот, вот, это искусство, дерево самого, чтобы не мешать, ведь придумать же, когда снимать фильм, вроде серьезный, держит в руках косточка, абрикосный, говорит, вот видите, в этом месте, где этот корешок, садим вертикально, чтобы корешок вниз уходил, а ты подумал, как ты семядоли-то будут, и вот такие люди нас учат, вот уже, это, персик, тоже прислали фотографию, вот уже, персик, сейчас он опять прошел, это, вот уже, видите, так получилось, что, росточек, вот он, вот он, да, по сбоку, а вот это пополам, и будет вот такие семядоли, вот они, семядоли раскрылись, может быть, это продолжение первого фотографии, может быть, мне понравилось, спасибо за прислание, вот, я люблю такие, вот теперь, он никогда не сгниет, другое дело, человек себя подставил, но я не могу промолчать, земли мало, вот, сейчас он пойдет, вот сюда, вот туда, вот туда, вот туда, потому что надо еще из этого корыта вылезти, я полагаю, с трудом, я полагаю, выкапывать придется, я полагаю, будет придется колесить, вот, нет бы, вот, буквально, с места земли пересадить, вот так вот, чтобы даже, этот сервис не заметил, пересадки, нет, но все равно, одно лечим, молодцы, получается, скалевая шейка, там, где и положено быть, вот еще одна фотография, это уже, другой, опять, стеклянная, ну, нет, полага, полага, ну, даже хотя бы, из-под кефира, из-под молока, и то уже потом разрезал, и аккуратно вставил, ну, правда, еще и тут песок, пески, являтые полный соков земли, мы все должны видеть, мы должны видеть, что у него очень длинная, и очень высоко будет, расположены, эти самые, семидоли, ошибка, приятеля, ошибка, вот этот длинный, 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 вот этот штамм, для семидоли, обязан только к тому, что пожарел песка, вот пожарел песка, и все, теперь он чувствует, что не хватает там воздуха, не хватает ему этого, солнца, и он вот дает, дает вот этот длинный, и он становится, ну, не таким, что ли, жизнестойким, с длинным штаммом, вот, вы головку трудно держать, видите, тоже присылая фотография, вот это тоже, ну, все хорошо, ну, нельзя же уже, теплее это все держать, нельзя, вот опять семидоли, вот, это списанная фотография, я какие комментирую, какие ругаю, посмотрите, вот они, все везда, видите, кто-то уже пытается, и говорится, это уже, она невкусная, это то самое, что мы едим, когда разбиваем, агарешек, или это самое, кусочку разбиваем, и едим селедку, вот, кстати, я так и продолжаю кушать, манчжурские орехи, и манчжурские, кусочки манчжурских абрикосов, и те, и те, помаленьшку ем, по принципу, и вкусно, как раз, и набиты они витаминами 2, и кто знает, может они меня спасут, от, от несостоявшейся опухоли, какой-нибудь, вот, вот это самое ценное, видите, вот это объели, это уже не случайно объели, вот это кто-то, кроме нас, решил полакомиться, сейчас вот крутой план делаю, да, вот видите, как объели, тогда в случае, лишних есть, их много, есть самим, один из этих самых, моих, что, ключевых фотографий, я такие, очень люблю, мне прислали, ну, спрашивали про камень, правильно, что положил камень, правильно, что его волшебные свойства, вот с камня, он будет потеть, покрываться конденсатом, значит, почва будет более сырая, камень будет нагреваться днем, а ночью передавать тепло дереву, не знаю, не бывает, однозначно пользу, хотя абрикосы любят горы, я всегда, знаете, как, когда слово горы, абрикосы, мне сразу в голове, цепочка, и так, как абрикосы, почему и на горах, их это, алинские, эти, самые армянские, теншанские, эти самые, господи, карпатские, в общем, везде, где горы, как это было, как ни странно, но, ходили воины, что такое воин, вот эти сушеные абрикосовые плоды, в рюкзак, они поддерживали в дороге, то есть, жиет, а куда кошка, выплевывает, и вот они наплевали, на всем этом, есть такое выражение, шелковый кот, вы слышали, вот они наплевали везде, где выживала кошка, вот упала, и вдруг зашла, зашла, сгнила, и, скорее всего, сгнила, а где, там дисклон, и там легче снег сходит, а то не успевает сгнилить, и там, раз, целая роща, а показывали же это, я фильм смотрел, у меня уже есть знакомые, и в том числе, и в Махачкале, и вообще, в тех краях, в горах, да, вот, и тогда получается, что там огромные деревья, люди залазят на высоту 3-5 метров, вместе с ногами, и с федрами, и там собирают абрикос, откуда они взялись, там, в тех краях, в тех горах, вот, это значит, что там когда-то наплевали кости, сами, но они культурные, заметьте, культурные, а как поддерживается культурность, наверное, я так догадываюсь, была селекция, кроме человеческой, была еще и селекция природная, наверное, самые сладкие кости начнут клевать, жевать, и переносить, и выплевывать, или, извините за внимание, выкакивать совсем в другом месте, но, наверное, выбирали самые вкусные, и вот эти самые вкусные, это и произошла природная селекция, вот скажите, что они правы, или скажите, что это хотя бы не гипотеза, второй момент, божественные происходили, третий момент, человек их оккультурил, а для меня это не последняя гипотеза, вот это, что кто-то их переносил в другое место, и вместе с этим самым, с перерабатывая желудки, а еще, оказывается, ферментация помогала, не желудочный, не сходит, прошел через желудок, ферментировался, и все, и пожалуйста, зашел, вот, зашел, конечно, не посаженный, а упавший на землю, зато корневая шейка на месте, склон горы не дал сгнить, и вот уже во всех горах, да, представляете, вот, Дагестан, может быть, так они попали в горах, а потом вот такие вот абрикосы, целый ряд фильм, как они их собирали, вот, как это, с риском, с риском разбиться, это да, вот, и немолодые люди, и немолодые дагестанцы, ну, что делать, когда жить-то надо, и вот, все это не случайно в горах, а вот, когда такие вот, как вот на фотографии, как ее назвать, такие приспособы, вот, вот камень положил, вот, и придумал ему вот такие свойства, и нагреется, а потом зерно еще будет отдавать тепло, и сырее будет, потеть будет, вот, может, не знаю, и даже пробовать не буду, ну, конечно, если положить рядом камень, как бы создать гористые условия, да, как бы так, но с другой стороны, может, в этом месте, как раз и снег задерживаться, и быстрее слиет, тоже может быть, а самое главное, это должно быть студентом, так, значит, мальчик, Вовочка, ну-ка, студент, отвечай, что здесь не так, на этой фотографии, не ответишь, два, ответишь, пять, и ты никогда, уже зная ответ, никогда не повторишь эту ошибку, ну, конечно же, семидолия была закопана вместе, то есть, кошка была так глубоко закопана, что семидолия не могла вылезти, не могла, и осталась там, значит, основание, сгниет, но это просто еще один прессонный снимок, да, персик, вот они, еще есть, что интересно, да, видимо, посажен, можно пострадать на место, посмотрите, какая почва, ничего, деревья не боятся этих самых, так называемых этих, супечаных почв, почему, потому что, вот этот же персик, он имеет, я показывал вам другие фирмы, вот ее корни, длинный сержневой корень, такой же, как он балькосый слив, вот эти вот вещи, предназначены, в том числе, и для климатов сухих, а он, как боровой станок, он дойдет воду, кстати, всегда, почему-то, шкарлупки, их никто, когда не трогает, всегда, кто это, как это случается, мне кажется, что они отщелкиваются, они просто отваливаются, очень часто, довольно далеко от сеются, так, ну что, наверное, надо, хотя бы, на этом, давайте так, я сейчас пролистую, кстати, видели, уже все, кочки наверху, почти свобода, почти то, что надо, нет, может быть, загрублен на сантиметре, говорит, левый, и может быть, изгниет, потому что, видите, шарая почва, может, он только сейчас полил, может, дожди поливает, а если каждый день дожди, я только в Подмосковье видел, диктор по центральному телевидению, мне, когда я был в гостях, прямо в Москве, скучал у телевизора, сказал, четвертый год, а это был примерно, если это, четвертый год, Москву поливают, дожди, я так поражался, все чистое небо, только от окна отошел, слышу, шум, подхожу, льет, так как льет, и вот это, вот, это довело тогда Москву, до Парши, все, что я видел, в Теверезовском саду, все, что я видел, в подмосковных садах, огромный, дальше массив, все в Парше, ну, правда, не там, не там, понятие, так, как то, что я называю, современное садоводство, или садоводство по железу, такого понятия не знали, и сейчас не знаю, поэтому, если там в Москве такие же дожди, Парша та же на месте, зародованные плоды, зародованные деревья, а вот здесь, если на сантиметрах закопано, начнет абрикос помрет, даже несмотря на то, что косточки, коробки валяются, почти нормально, ну, вот я смотрю, все методы, вот они, вот они, они наверху, ну, там еще столько же закопано, а я придираюсь, я вот если был студент, я сказал, а все-таки шанс, что сгниет большой, я вижу мокрую почву, а вдруг здесь постоянные дожди, сгниет, если там сантиметр еще где-то, один-два сантиметра от семидоли до низу, ну, пока не подправляется подходящая, подходящая, вон они семидоли, неплохо, да, а потом надо будет их пересаживать, извините, что здесь будет, если вот так оставить, ну, хорошо, если это школка, хорошо, если это непостоянное место, хотя плохо, надо, чтобы и место было, постоянное, и чтобы вот этих вот ямочек не было, сгноит, мои абрикосы сгнеют, вот семидоли вы выйдете где, ну, почти нормально, и все равно я придираюсь, вот здесь сухо, вот здесь долго просуществует, и скорлупки на месте, так, сейчас еще какой-нибудь характерный снимок, и будем заканчивать, ругали меня за длинные фильмы, в основном, вот так садят, вот так садят, потом говорят, ой, Константиныч, а что теперь делать, как их рассадить, а вот так и рассаживайте, но зато лучший злочек должен остаться навсегда, догадайтесь, какой, и что хорошо, ведь не стало чернозем, вот эта земля со стороны, кто-то из моих учеников, видите, а землю привез в эту супесь, это как раз для абрикосов, привез, а дальше его уже, сам черт его не брал, еще один глубоко закопанный, это на смерть закопанный, а, если бы узнали, как упираются те, кто всю жизнь учил, а потом говорю, не переубедишь эти елки палки, нет, все равно, нет, не понимают они, что садят, наверное, смерть, самая страшная, других учил, наверное, смерть, вот он вылазит из земли, вылазит, вот этот маленький, вот этот стерженчок, обладает страшной силой, что вот эту вот, тяжеленную голову, он поднимет вертикально, смотрите, видели, вот это уже по железу, почему я сказал по железу, потому что, да, все знают, что просто, есть ходься, а накидайте, они взойдут, ну, ходься, ты еще накидает, у него 5 зашло, вот как на том рисунке, даже, даже 100 зашло, мы такое распозволить не можем, у нас каждая косточка уникальна, это значит прикопать надо, но очень-очень, очень-очень даже не глубоко, вот это, наверное, смерть, разве можно растить помещение, ни солнца, ничего, вот, они уже больные, вам только кажется, что они здоровы, вот, вот я бы сейчас, знаете, как студентов сказал, студент бы взял, и сказал букву, я на экзамене, увеличьте мне, и тогда будет понятно, что они уже больны, ну, что, будем наблюдать, они уже больны, без солнца, а главное, высадишь, а не сдохнут, все или почти все, то есть аналог все-таки заканчивает, вот, вот эти статификации сами вылезли, и по делам, у них придет прекрасное будущее, а мой друг из Украины, который теперь культивирует мои хасанские персики, его ждет гигантский успех, если только он сможет продавать саженцы и косточки россиянам, если бы смог, вот, знаете, что есть границы, нет, представляете, когда он 5 килограмм косточек за 20 долларов продал, вот, а представляете, если бы я их продал по 100 рублей косточку, а деньги бы мы делили, вот, он бы мог действительно нормально жить, а не это, не существовать, потому что, знаете, что творится сейчас там, какая-то в экономике, и кто купит, и вот тогда бы, может быть, но, я от него получил интересный совет, ну, просто рассказывать, вот уже в январе собрал косточки, которые я назвал бесценными, я их собрал в январе, оттаяла земля, это Сумская область, вот, и он их собирал, собирал, уже как ценность, а то даже не собирал, он все равно никому не нужны, оказывается, нужны, и он их брал, вымочил, потом раскалывал, снова, неделя странификации, и они точно такой же вид имели, только без корлопы, вполне прилично, то есть, если косточки не хотят сходить, эти самые, как, персиковые, то их можно молотком разбудить, извините, вот такое, пространство, за что купил, за то продают, ну все, надо еще раз заканчивать, вот еще персик, это все подорепится, вот ошибка страшная, ну вы теперь уже знаете, в чем ошибка, вот они хелики, лезут, и с этого сада, да еще на подоконнике, солнце хотят, ну почему жалеют, землю, я ничего понять не могу, все, 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 мы с вами заканчиваем, ой, еще хитрость какая, вот, да, разрезать такой сосуд будет сложно, а человек хитро придумал, он потом потянет за кончики мешочка, и может быть даже у него получится пересадка безболезненная, вот так вот раз, вытернет, за мешок, ну что, вот еще одна ошибка, ну что это, я все равно не показал то самое, вот, вот при прочих равных условиях, одна косика взошла, одна сгнила, значит, очень сложно подобрать влажность, имейте ввиду, все, больше не буду ничего говорить, я надеюсь, вы друг друга услышали, заканчиваю очередной фильм, еще расскажу, для чего он нужен, вот, вот, наверное, надо бы закончить вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, на моем сайте, фото-галерея, вот, и, мы продолжаем, с вами Александр Савельевич, теперь, я эту ношу перекладываю на нее, вот, фотографии вышли, вот, все те, фотографии вышли, которые вы видели, они все учебные, и пусть теперь она выскучит, вот, а мне уже хватит с вами нас оточить, это будет зашутливое выражение, так, ну, еще, может быть, показать вам, как до меня добраться, мы случайно узнали, никак ко мне позвонили, то есть, звонок поразоваться, дальше что, а мы не умеем, мы не умеем, мы не знаем, я говорю, берете, русские буквы, сайт, садовода Железова, набрали в Яндексе, гугли, вот, и вот он официальный сайт, верхняя строчка, и вот он главная страница, главная, и вот они новости, вот, Персик, Краснодарский, Железу, покоряет Украину, украинцам интересно будет, вы думаете, вся Украина в Персиках, ага, сейчас, разбежались, а вот это вот, вот это галерея, вы сейчас видели, вот это контакты, и вот он, мобильный телефон, вот они, а вот, мой электронный адрес, ну, трудно скопировать, копировать, присылайте письмо, Константинович, прошли, пожалуйста, каталог, а почему он нужен, потому что, вот здесь вот, каталог, который, на главной странице, да, на главной, вы ее откроете, а тут уже персики есть, они у меня вчера кончились, вот, осталось десяток, упаковок с лентами, и потом, на что вы будете обматывать, а больше их никогда не будет, все, лавочка закрывается, вот, и много чего еще, черенки много, это яблони почти, кроме них, два-три сорта закончились, груши заканчиваются, ну, хорошо, абрикосов к черенкам много, и кустик много, но это особый год, потому что, никак на них, это дичайшая засуха, такая, которая за 10-20 лет, должна была превратить в пустыню, если она продолжится, такая же, ну, вот разовая засуха, страшная, а абрикосы не заметили, вот, ну, все, на этом я заканчиваю, и так, что вам надо, объявление, в связи с бывшими временами для садоводства, снижая цену на косточки 700 рублей, до 25 рублей, а для пенсионеров и ранешних заказчиков, до 20 рублей, ну, а если он закажет им столько, а тут, выделился же человек заказать целую банку, а в ней оказалось 1700 штук, или дверь, я уже не помню, вот это было здорово, у него получилось еще дешевле, все, друзья, пришлось и поторговаться, ну, а что делать, жить-то надо, вы теперь уж точно, до свидания.